Квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности. Здесь все оборудовано по последнему слову техники. В пятой школе собственный технопарк «Кванториум». Это, можно сказать, аналог клуба юных техников на новый лад. И несмотря на то, что занятия здесь начались с 1 сентября, торжественное открытие состоялось сегодня. Я вам желаю как можно быстрее определиться с тем наполнением, которое назвал нашим ведущим, чтобы как можно более успешно его освоить, возможно связать свою будущую профессию с этим направлением. Поэтому дерзайте, удивляйтесь, открывайте. Удивляться есть чему. Технопарк – совершенно новый формат внеурочной работы. На занятиях ребята в проектной форме познают перспективные, естественно-научные и технические направления. От робототехники и проектирования до лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Это зона «Квантум Хайтек». Здесь мы занимаемся роботами и их программированием. Это робот-добот «Мэджикан». Он умеет… ну, робот-писатель. Он может написать текст или рисовать примитивные картинки пока что только. Сейчас я могу предложить вам написать любой текст, и он его сможет нарисовать. И действительно пишет, но это только одно направление, где ребята могут развиваться. Всего их четыре. «Хайтек Квантум», «Виар Квантум», «Гео Квантум» и «Робота Квантум». Зона робототехники. Здесь мы программируем роботов, собираем их сначала, потом программируем. Вот это представленное устройство «Фабле». Здесь вот, например, робот, который умеет здороваться. Здороваться, подумать только до каких-то 10-15 лет назад о таком школьнике даже и думать не могли. Когда мы учились, в наши времена не было такой техники. И вот мне просто за ребят очень радостно, что они могут вот этому научиться уже с маленьких лет. И в дальнейшем, я думаю, что их знания просто на этом фундаменте будут намного прочнее. Школьники дней сегодняшних могут не просто собрать робота по инструкции, но и предложить свои модели и креативные решения. На этой установке, например, можно сначала с помощью фрезерной гравировки все загравировать. Там будет небольшой слой, меньше, чем полмиллиметра. И затем можно приступить к выжиганию, выжить любое, что можно. Например, там эмблему пятой школы или что-то еще. А самое главное, каждый ученик сам выбирает себе направление. С удовольствием ждет занятий и не спешит домой после уроков. Елена Канина, Олег Короткевич, Новости Губкинского.